Коронавирус в интернете многие уже называют вирусом кризиса. Кто-то из-за карантина потерял клиентов и сидит без дела дома, а кто-то работает на удаленке и при этом переживают и нервничают многие одинаково. Как успокоиться и продолжать жить без стресса? Об этом поговорим с нашим гостем. Это исполнительный директор семейных центров, психолог Татьяна Богоявленская. Татьяна, добрый день. И, конечно же, первый вопрос. Вообще в такой ситуации можно не переживать или это невозможно? Добрый день. На самом деле очень стрессовая ситуация, непривличная для многих, потому что мы всегда обращаемся к прошлому опыту, а у многих, исключая очень возрастных людей, опыт таких серьёзных масштабных мировых кризисов, в которых мы сейчас проживаем, его нет. И беспокойство связано с этим. И, наверное, вот вы сказали, как избавиться от стресса. Вряд ли получится избавиться. Скорее нужно им умело управлять и использовать этот стресс на пользу себе. Конечно, это может выглядеть странно, как использовать текущую ситуацию. Но кризис в нашей жизни бывает так или иначе практически всегда. Это может быть личный кризис, это может быть возрастной кризис, это может быть кризис семейных отношений. И ключевое, что нужно помнить, когда мы говорим это слово, это о том, что кризис — это и плохо, и хорошо одновременно. Ситуация кризиса характеризуется тем, что у нас привычные механизмы перестают работать, нас перестаёт удовлетворять привычная ситуация, а по-новому мы ещё просто не умеем. И вот эта точка... Старая схема ломается. Да, всё правильно. Старая схема, она недействована. И сейчас, в текущее время, почему такая эмоциональная подоплёка всему, почему переживания, потому что по-старому вообще нельзя. И у нас нет такого опыта, наш ум, он просто не представляет, что же делать. И действительно, вот те ситуации, связанные с бизнесом, связанные и с личными эмоциями, и даже с базовой потребностью в безопасности, потому что мы все заботимся о своём здоровье, они толкают людей не только на то, чтобы переживать свои родные страхи, переживания, но и толкают на то, чтобы переживать уже за народ, за Россию, за город Красноярск. Вот отсюда вопросы. Многие в итоге сейчас подвержены кризису, точнее, не кризису, а стрессу? Да. Или всё-таки есть те, кто способен сохранить холодный ум? И, знаете, существует несколько моделей поведения человека в стрессе, и эти модели поведения зависят от психотипа человека и от его опыта. Если он уже какие-то серьёзные вещи в жизни предпринимал, рисковал чем-то, побеждал, у него есть стратегия выхода из стресса, из кризиса, то, конечно, он может на неё опереться. Я думаю, что волнуются, переживают, страшатся так или иначе многие. Нельзя, я думаю, найти сейчас человека, который равнодушен, холоден, рационально, относится к тому, что происходит вокруг. Эмоционально это трогает всех. И здесь, конечно, очень важно понимать, что то, что с нами происходит, это нормально. Скрывать эмоции, делать вид – это неправильная стратегия. Нужно найти людей, близких, родных по духу, которым можно рассказать о том, что мы чувствуем. Мы в рабочем процессе используем эту технологию обмена эмоциями для того, чтобы понять, что я не один такой. Потому что один из стрессов, который человек испытывает, это стресс одиночества, страха за свою жизнь, а для того, чтобы с ним научиться работать, можно найти близких по духу людей. А с чем можно сравнить состояние людей, вот сегодняшнее? Да, знаете, стресс – это наши внутренние процессы в этом состоянии так организованы и протекают, что выделяется огромное количество определенного гормона, кортизола. И он заставляет нас испытывать иногда животный страх. И стратегия основная – это замереть. Да, мы начинаем… Даже температура тела меняется. И вот эта стратегия ожидания, что же произойдет, чтобы я понял ситуацию, начать действовать, она нас притормаживает. Это правда. Но если обернуться на все кризисы, и не только те, которые мы свидетельствовали, то о чем говорят бизнесмены, люди, которые смогли кризис и вот такие ситуации, сложные в мире, обернуть в пользу, найти ресурс, в том, что они действовали, они не тормозили, они не замедлялись, они не прятались в укрытии, они действовали. И здесь, конечно, можно использовать разные техники для того, чтобы выйти из состояния вот такой непонимания, ожидания и все-таки превратить в действие. Хочу спросить вот о чем. В обычной жизни все понятно, точнее, в привычной жизни. Сейчас она у нас немножко изменилась, да? Ты, если стрессуешь, идешь к холодильнику, что-то съедаешь сладкое, идешь, занимаешься спортом, но сейчас это мало помогает. Купить сложно, по крайней мере, в других регионах. У нас пока с этим все в порядке. Спортзал закрыт, заниматься дома заставить себя сложно, и в итоге у тебя все это накапливается, ты переживаешь. Как быть? Да, все верно. Такая ситуация, которая ограничивает компенсаторные возможности нашего организма, нашей личности, да, мы не можем ничем заменить, это состояние закормить даже иногда. Не получается. Более того, у меня в окружении есть люди, которые пытаются заесть, не получается, невкусненько. Вот у меня тоже не получается. Ну, невкусно. Я переживаю. Да, вы переживаете. И это связано, знаете, с чем? С тем, что правое и левое полушария головного мозга, это наш бортовой компьютер, да, они рассинхронизируются в ситуации длительного стресса. Когда тот самый гормон кортизол долго присутствует в организме и не выводится, много ситуаций, которые провоцируют его появление, то мы начинаем вот в таком состоянии, знаете, тремора внутреннего пребывать. И тогда, конечно же, шоколадка не поможет. Здесь нужно синхронизировать работу и правого полушария, который отвечает за эмоциональное переживание, за состояние наше внутреннее, да, и левого полушария, который отвечает за логику. И на самом деле есть технологии, которые позволяют это сделать. Вы что-то принесли, правильно? Да, принесла себе шпаргалку, но на самом деле этими технологиями пользуемся и на работе, и дома, и для детей, в сети семейных центров, в котором я работаю. Наши психологи работают по этим же технологиям. Это кинезиологические инструменты. И первые, давайте попробуем? Давайте. Первое, что нужно сделать, это сесть прямо, расправить плечи, спину, да, вот почувствовать, открыться, потому что вот открытая поза очень важна. Вот почувствуете, можно ли сейчас внутри, а еще улыбнуться, конечно же. Вот можно ли в такой ситуации переживать настолько, чтобы из-под контроля упустить важные детали? Ну, это первое очень простое. И знаете, что самое, наверное, обидное, что такие простые инструменты люди не берут на вооружение. Точно так же, как многие, я видела, когда добиралась к вам в маске, в перчатках, почему-то ходят без масок. Вроде простые средства, сделай дома сам, да, но не пользуются. Но мы говорим с вами о том, как перейти от стресса, да, к рациональному все-таки восприятию ситуации. Второй механизм, мы здесь с вами, давайте обработаем руки, потому что мы будем себя касаться. Давайте. Что будем делать сейчас? Да, мы сейчас с вами используем технологию лобно-затылочной коррекции мышления. Потому что эмоции, которые мы с вами переживаем, ну, это в первую очередь то, то, что происходит с нашим мозгом, он дает команду, сигнал организму. Вот мы сейчас попробуем с вами скорректировать. Мы возьмем с вами правую ладонь, прикроем ею лоб. Вот у нас с вами есть два выступающих бугорка. Да. Мы прям закроем эти бугорки ладонью одной и закроем на затылке. У нас тоже есть такие два бугорка вот здесь. Тоже закроем. И вот этим упражнением, когда мы держим себя за голову, мы можем сконцентрироваться на том, что внутри. Просто почувствовать, продумать, пережить. Вот как бы ни было просто это упражнение, но оно очень эффективно. Хорошо, правда? Я бы посидела так же. Да, да. И на самом деле эмоциональный накал, который у нас внутри, он снижается. И знаете, мы фокусируем свое собственное внимание на лобных и затылочных долях, которые позволяют синхронизацию достигнуть правого и левого полушария всего лишь. Как это бесплатное элементарное средство. Очень простое, правда. И вот если вы вспомните малышам, деткам, которые беспокоятся. Да, детям так делают. Да, мы голову кастрюльку делаем. Кастрюльку. Да, кастрюльку делаем. Когда ребенок начинает тревожиться, мы не понимаем, с чем это связано, он покорный, то можно сделать это упражнение. Ну себе, пожалуйста, каждый раз. Еще есть один очень хороший способ, уши. Будем с вами трогать уши. Давайте. Это такая очень классная механика, массаж ушек. Дети очень любят. Мы берем с вами большие пальчики рук. Ну вот сейчас возьмем одно, да, чтобы показать зрителям. Заносим его за ухо, а вот остальные пальчики располагаем сверху. И знаете, таким движением, как раскрывающим, растягиваем ушко. Вот прям растягиваем. Так и без уха можно остаться? Ну, конечно. Чувствуете меру. И доходим до мочки. Доходим там с сережками аккуратно. Но что позволяет это упражнение сделать? Вы знаете, что в восточной медицине прям есть направление, которое помогает через нервное окончание находящейся в мочке уха стабилизировать состояние внутренних органов. Мы с вами что делаем? На самом деле мы лучше себя чувствуем, фокусируем, опять же, через определенные центры, воздействуем на свое тело, и мы начинаем лучше слышать. Вот даже можно прям так порасправлять ухо. Мы начинаем лучше слышать. То есть мы концентрируемся лучше? Все верно, мы концентрируемся. Просто приводим себя в тонус. В тонус. Все верно. И делаем так же со вторым ушком. Повторяем это упражнение. Вот я делаю прям двумя руками, растягиваю ушки. И знаете, когда даже вот в стрессовой ситуации, которая не имеет такого масштабного значения, вдруг это студенты, коллеги на планерке, чувствуете, что падает внутреннее состояние концентрации? Ушки потерли, вот так растянули, и мы начинаем лучше слышать. И последнее, ну это физическое упражнение, нам нужно с вами встать. Называется параллельное перекрестное движение. Делаем мы следующее. Мы берем правую руку, сгибаем ее в локте и прикасаемся локтем к колене левой ноги. Вот это делаем. И так шесть раз. Это легко. Ну да. Пока. Действительно, это не очень сложно. А теперь мы с вами делаем параллельные движения. Мы поднимаем одновременно ногу и руку правую. Поднимаем. Раз. А потом левую. И тоже делаем так шесть раз. И вот здесь я начинаю уже тормозить. Да. И смотрите, что происходит. Правая и левая полушария начинают друг к другу поселить сигналы. А теперь снова вот это упражнение. Как чувствуете, как голова переключается? Ну, по крайней мере, успокаиваешься. Вот. Да. На самом деле сейчас очень много способов, если обратиться к интернет-ресурсам. Главное понять, что мы не в ресурсе находимся. Не в состоянии решения ситуации. Не в состоянии динамики, движения, действия. Вы действительно правы. Очень сложно удержать себя в развитии. И поэтому... Очень важный вопрос. Да. Но если всё-таки... Это всё здорово, упражнения замечательные. Они успокаивают на время. Если я паникёр, и мне сложно, не помогает, что делать? Действительно. Если вы вдруг заметили, а это первый шаг, что с вами что-то не то. Мне помогают. Да. Вдруг вы чувствуете, что вы поделали уши, помяли, сами с собой поговорили, нашли человека, которому вы сказали, я так переживаю, и всё не помогает, а эмоция возрастает, тогда что нужно? Конечно, нужно обратиться к людям, помогающим профессией. Сейчас поле просто изобиливает специалистами, которые действительно могут. Нужно разбираться здесь. Лучше посмотреть дипломы, квалификацию и опыт человека, который может проконсультировать. Можно обращаться в семейные центры. Сейчас онлайн-консультации заменяют очные встречи. И благодаря этому, во-первых, восстановить своё состояние и понять, что со мной происходит. Ведь главное, что в стрессе происходит, мы перестаём контролировать на том уровне, на котором можем и на котором мы привыкли, то, что происходит вокруг и то, что происходит с нами. Спасибо большое, Татьяна. Это было очень интересно и полезно ещё. Напомню, у нас в гостях была исполнительный директор семейных центров, психолог Татьяна Богоявленская.